Источники вдохновения Вышел в свет первый музыкальный клип от уникального проповедника. Речь идет о человеке с большой буквы, как его зовут во всем мире, Нике Вуйчичи. Думаю, что каждый слышал историю этого парня, но напомнить считаю не лишним. Нику 29 лет. Он родился в Мельбурне в семье сербских эмигрантов. Отец Ника был пастором, а мать медсестрой. Когда отец впервые увидел своего сына, его вырвало, а мать 4 месяца не хотела брать ребенка на руки. Дело в том, что мальчик родился без рук и без ног. Первое время родители не хотели принимать его таким, какой он есть. Сын бесконечности – это явно не то, чего они ждали. Но постепенно все изменилось. Шок прошел, Ника стали воспитывать как обычного ребенка. Преодолев депрессию, Ник выстоял. Он закончил университет и, получив экономическое образование, стал финансистом. Сейчас Ник известен во всем мире как проповедник и мотиватор. Будучи инвалидом, он достиг большего, чем большинство его сверстников и даже людей старшего возраста. В перечне достижений молодого человека – чин президента благотворительной организации и свое агентство недвижимости. В 19 лет Вуйчич впервые появился на публике. Объехав весь мир, он и по сей день поддерживает людей по всему миру. Среди побед проповедника и такие немыслимые для неполноценного человека действия, как бритье, расчесывание, открывание водопроводного крана, управление коляской, плавание, игра в гольф и катание на скейте. Делая это, Ник бросает вызов тем, кто позволил сомнениям и страху внушить себе мысль о поражении. Именно об этом в его новом клипе. Кстати, еще одна способность этого сверхчеловека – рисование. Его картины также являются немалым источником вдохновения. Еще один необычный художник, а точнее художница, живет в Великобритании. Ее уникальность в том, что это не совсем человек. То есть я не хочу никого обидеть и отнести ее к категории, скажем, панка или гота. Нет, это просто-напросто слониха. 13-летняя индийская слониха Коришма из британского зоопарка Уэйпснейт великолепно владеет кистью. Весь свой досуг она с удовольствием посвящает живописи. Выставка ее работ прошла в прошлый четверг в рамках Международного дня признательности слону. Оказывается, есть и такой. А для тех, кто не смог посетить данное мероприятие, например, для жителей Калининграда, концерт провели звезды отечественного шоу-бизнеса. По окончании концерта те же звезды, надев каски и робы, месили цемент и делали кладку. Таким образом, Авраам Руссо, Прохор Шаляпин, Никас Сафронов, Александр Муромский решили поддержать строительство обыденного храма в Калининграде. Сегодня быстровозводимое зодчество уже стоит и радует глаз прихожан. Нарекли домовую церковь в честь Кирилла и Марии Радонежских, родителей преподобного Сергия. Храмы об один день уже имеют Южно-Сахалинск, Иркутск, Уфа, Сочи, Екатеринбург и Тверь. У нас деревянные дома, а в Израиле передвижная синагога. Железный купол – это тактическая система противоракетной обороны, предназначенная для защиты от неуправляемых ракет. Каждая батарея может защитить территорию площадью 155 квадратных километров. Недавно ПВО Израиля и личный состав командования батареи железного купола приняли решение снабдить установку передвижной синагогой. Зенитку обслуживает большое число религиозных евреев, поэтому надобность синагоги очевидна. Передвижная синагога будет снабжена свитками Торы и набором молитвенников на будни и праздники. Кто от чего, но пусть в вашей жизни будет как можно больше этих источников вдохновения. Тогда и в сети не потеряйтесь.